Доброе утро, уважаемые партнеры! Всем ли меня видно, слышно, есть ли презентация? Уберемся сейчас в технической исправности и начнем. Отлично. Прекрасно. Ну что же, уважаемые наши дорогие партнеры, весна, наступила календарная весна, и в ближайшее время начнется уже так называемый мотоциклетный сезон, ну, по крайней мере, в центральном регионе. Понятно, что в южных городах его, возможно, не закрывали, а на севере, возможно, он на пару недель попозже. Но, тем не менее, проводим сейчас, чтобы вы успели заказать у нас необходимую продукцию выставить, успеть ее на полках у ваших клиентов, у вас в розничных магазинах, в интернет-магазинах. Поэтому именно сегодня, то есть накануне нашего любимого для мужчин женского праздника, мы делаем нашу мотоциклетную презентацию, точнее, презентацию по мотоциклетной программе. Немного общих фраз, да, то есть бренд Liqui Moly, по крайней мере, в Германии, да и во всем мире набирает все большую популярность, и здесь вот старый слайд, мы уже 6 лет подряд, в общем-то, завоевываем статус самого востребованного масла. Немного еще общих слайдов, которых вы, наверное, видели уже на других презентациях. Не хотел бы сейчас на них останавливаться, потому что, в общем-то, объем информации, который я хотел бы до вас донести, достаточно велик. Уверен, все эти презентации есть, они доступны на нашем портале. Самый ключевой момент, касающийся мотоцикл, это то, что в Германии, в том числе, мациклетная программа Liqui Moly также занимает лидирующие позиции, как и весь остальной ассортимент масел и химия. То есть, речь идет не только о продукции, но и о сервисе, к этой продукции, о сервисе компании, который она предоставляет. В общем-то, и не буду скрывать, часть тех услуг, которые мы предоставляем вам в поддержку нашей продукции, немцы заимствовали от нас, и, в общем-то, успешно их применяют и в Германии, за счет чего и добиваются результатов и признания. Итак, ну, меньше 30 дней до начала сезона, да, то есть, как минимум, когда выходит солнышко, пользователи мотоциклов задумываются о том, не сходить ли в гараж, не проверить аккумулятор, но мотоциклетные сервисы вовсю уже готовятся. Встретить сезон, встретить клиентов, у кого-то есть мотоциклонный храненник, кому-то привезут мотоцикл своим ходом, кто-то специально организовывает доставку, но, так или иначе, смысл в том, что мотоциклетный сезон имеет ярко выраженный всплеск, да, то есть, я имею в виду по продаже запчастей, аксессуаров и масел. То есть, это вот как раз, ну, в Центральной России традиционно, это первое выходное апреля, именно эта дата является официальным открытием мотоциклетного сезона, и к нему, в общем-то, все готовятся. И поймите правильно, если пропустить вот этот вот момент, не договориться с клиентами о поставках продукции, именно мотоциклетной, то потом, некоторое время позже, ко всем уже имеющимся конкурентам, касательно бренда, известности, поддержки, рекламы, там и так далее, и так далее, особенно цену, добавится еще один немаловажный, а может быть и самый важный конкурент, что, аргумент, что ваш клиент уже где-то возьмет мотоциклетную программу какого-либо другого бренда. Поэтому упустите это время сейчас, и мы, если упустим, то, в общем-то, потом уже будет очень сложно заниматься продвижением. Итак, начну с самой громкой, наверное, на данный момент уже не новости, потому что в прошлом году мы анонсировали и успешно отработали наш коммерческий контракт с мировой серией MotoGP. Для несведущих это второе в мире по значимости техническое событие, чемпионат мира по шассынокольцевым гонкам в классе мотоциклов MotoGP, Moto2, Moto3. Это аналог Формулы-1, но только среди мотоциклов. То есть на первом месте, конечно же, Формула-1, самый популярный вид спорта технический, на втором месте как раз MotoGP. И компания Liqui Moly заключила, точнее выиграла тендер на поставку продукции сразу для двух классов, Moto2 и Moto3. Что это значит? Это значит, что масла Liqui Moly заливаются по все, абсолютно все мотоциклы, участвующие в серии MotoGP в двух классах. Moto2 и Moto3. Это 400-ки и 600-ки. Мотоциклы с 600-кубовым двигателем и 400-ки. И если вам удалось посетить это мероприятие в прошлом году, и, может быть, даже повезло заглянуть в командный бокс одного из пилотов, вы могли там видеть абсолютно то же самое масло, что присутствует у нас на рынках, у вас в магазинах, на полках. То есть именно то масло, которое поставляется в серию, также оно идет и в продажу. В качестве поддержки этому контракту идет размещение баннеров Liqui Moly по определенным участкам трассы, выпускается сувенирная символика, и, в общем-то, реклама идет на все страны мира. То есть подписчиков и просмотров у MotoGP сравнимым, как раз, как я уже сказал, с Формулой 1. Особенно, конечно же, в регионах Испании, Италии, Германии и Англии где-то этот вид спорта традиционно культовый. Но в России мы используем это именно как подтверждение качества, потому что, представляете, поставлять масла на все этапы соревнований не более чем на 100 мотоциклов. И, в общем-то, ни одной рекламации по этому поводу, ни одной претензии. То есть это действительно подтверждение качества. Ну и также красивые картинки, красивые фотографии, которые впоследствии мы используем для изготовления рекламных, в том числе плакатов, постеров и других материалов для продвижения. Итак, конкретнее давайте уже по продукции. Хотел бы сегодня пройти, хотел сказать, пробежать, нет, пройти по продукции, потому что именно эти слова я хотел бы, чтобы вы доносили до вашего клиента, до конечного покупателя и знали, в общем-то, знали, в общем-то, что можно говорить. Итак, значит, мотоциклетная программа компании Liquid Moles состоит из, естественно, это моторное масло, основная ее часть, четырехтактные и двухтактные, а также линейка скутер. Также это квадроциклетные масла, масла для снегоходов, трансмиссии, химия для мотоциклов, масла для велок и фильтров и универсальные средства, применимые независимо мотоциклы, автомобили или что-либо еще. Начнем по порядку. Моторные масла, да и, в общем-то, целиком программа Liquid Moles делится на категории. Есть категория Street. Подразумевается, что это большей частью городские мотоциклы, которые используются в городе, в трассах, то есть, ну, асфальтовые покрытия. И категория программы Off-Road, в которую входят кроссовые мотоциклы, эндуро, АТВ, снегоходы. Соответственно, во всех этих группах разделение идет по синтетическим продуктам, полусинтетическим, гидрокрекинговым и минеральным. То есть, в принципе, применение масла определяется по использованию техники, да, то есть, допустим, у вас внедорожный мотоцикл кроссовый, то есть, вы берете серию Off-Road, далее выбираете синтетику, гидрокрекинг или минералку, в зависимости от вязкости, в зависимости от требований двухтактной, четырехтактной, и, в общем-то, достаточно легко определиться, в какой области искать необходимый вам продукт. Моторные масла для четырехтактной техники. Начнем с линейки Street, разделение Street и Off-Road появилось не случайно, да, то есть, это никакой не маркетинговый ход, действительно, мотоциклы очень сильно отличаются по стилю вождения и применению, будь то он в городе или на пересеченной местности. И ключевые моменты, в чем, в общем-то, заключаются, да, если вы посмотрите на спортивный мотоцикл или городской, который зачастую сделан на базе спортивного, вы увидите, что тахометр на нем имеет красную зону где-то с 14-15 тысяч начинается только, да, то есть, раскручиваться они могут даже и до 20, то есть, запредельные обороты, ну, в нашем автомобильном понимании для такой техники, то есть, масла стрит обеспечивают гораздо больше защиту, надежность при больших оборотах. Второй момент характерно тем, городские мотоциклы характерны тем, что дольше проезжают в интервалы между заменами. Забегая вперед, зачастую внедорожная техника имеет интервал замены не в километрах, а в моточасах, так называемых, работа двигателя. То есть, там не измеряют километры, а засекают сколько конкретно часов отработал тот иной двигатель. В дорожных мотоциклах, в городских, давайте так их называть, стрит, отсчет идет по километражу. В среднем это в районе 6 тысяч километров сервисный интервал ТО. Вот. Ну и, как уже сказал, да, травовая замена масла, высочайшие обороты. Это именно ключевые отличия, на что присадки в маслах стрит делают упор, то есть, обеспечивают дополнительную защиту. Самые популярные и самые востребованные масла в этой категории на слайде представлены масла вязкостью 10.40, 15.50, 10.30. С первого начну, 10.40 самое популярное масло и безусловный хит-продаж в нашей компании, я думаю, что и у всех наших клиентов, всех наших покупателей, потому что это исторически самая популярная вязкость, да, то есть, еще до того, как бренды стали делать упор на как раз маркетинг, связанный с маслами, 10.40 прописывалось вообще во все мотоциклы, и только года 2003-2005 сначала Honda заговорила о том, что у них энергосберегающее масло, то есть, они говорили именно о 10W30, да, мотивируя, объясняя тем, что масло с пониженной вязкостью позволяет двигателю легче раскручиваться и экономить, затем, в общем-то, европейцы подключились и стали прописывать 15W50, объясняя тем, что у них жаркие регионы и температуры запредельные, потом все остальные производители уже просто перехватили и зачастую даже стали выпускать масла под своим собственным брендом, но изначально 10W40, на данный момент до сих пор остается самым популярным продуктом. Все эти масла на гидрокрекинговой основе, ну, среди мотоциклистов, возможно, не очень знакомое слово, но здесь можно провести аналог о авто. На сегодняшний день все топовые масла, которые производятся производителями, масленщиками, они именно гидрокрекинговые, то есть в автомобильном сегменте сейчас самые популярные масла это как раз именно гидрокрекинг, то есть это технология, позволяющая обеспечить защиту и смазывающие свойства и все остальные на уровне практически синтетических масел, а стоимость производства гораздо ниже. И более того, в определенных странах эти масла по законодательству могут даже называться синтетическими. Но мы производимся в Германии, поэтому мы должны быть абсолютно честны и говорить о том, что это да, это гидрокрекинг. Ну, стоимость вы, может быть, и сами могли видеть практически в два раза ниже, чем синтетические масла. Это наша самая популярная линейка и именно она как раз золотая середина относительно цены и качества. Дальше в этой же категории минеральные масла. Несмотря на то, что в России достаточно плохо относится к минеральным маслам, то есть почему-то у людей в головах сидит, что это самое дешевое, самое вообще минимальное, что может быть, и не отдают ему предпочтения. Однако зачастую, особенно мотоциклы с воздушным охлаждением требуют именно минеральных масел. Для этого у нас в линейке как раз и есть опять же 1040, 2050, сай-50. В основном эти масла рекомендуются, как уже сказал, для мотоциклов с воздушным охлаждением, шопперы классики с большим объемом двигателя дорожного применения. Заканчиваем с гидрокрекинговыми маслами, и в линейке стрит вот здесь уже что ни на есть спортивные самые масла, очень много мотоциклов выпускается с претензией на спорт, на суперспорт, есть такой термин, и как раз эти мотоциклы могут требовать синтетических продуктов, как гарантия качества, гарантия надежности, и в этой линейке вот как раз одно из масел, которое мы поставляем в MotoGP, это есть вот это на первом месте 5W40, то есть именно эту вязкость используют все пилоты в MotoGP, в классах Moto2 и Moto3. Однако масла 10W50 и 10W60 также на синтетической основе, но в спорте если мы говорим о спорте высших достижений, они применяются меньше, потому что вот эта вязкость последних числа сказывается на мощности двигателя очень сильно, то есть к примеру разница между 5W40 и 10W60 на мощно-основом стенде составит порядка 4-5 лошадиных сил, это естественно существенно, поэтому если у вас выбор в пользу результата, конечно же будет 5W40, если в пользу надежности, то естественно 10W60, то есть именно такое применение идет. Спортивная техника очень условно отвечает требованиям производителей, потому что если вы уже вносите какие-то изменения в топливную систему или выпускную систему, что у нас очень любят делать мотоциклисты, это уже автоматически нестандартные условия, и если у вас даже там будет прописано 10W30 с применением, ну, в общем-то, это может быть уже чревато, и нужно закладываться на дополнительную безопасность и использовать более масла с большей вязкостью. Длинненький стрит, нельзя их выделить отсюда, это скутера. Скутера, мотороллеры, мопеды, если 10 лет, 20 лет назад в нашем понимании скутер это была некоторая такая табуретка бешеная, как ее иногда называют, то есть 50-кубовый или там 100-кубовый скутер, маленький, который позволяет двигаться только по городу, в основном не является комфортным трансформным средством на длинные переезда, то сейчас много изменений в этой сфере, и вы можете встретить скутера даже и на трех колесах, спереди два, сзади одно, и кубатурой больше 850 кубических сантиметров, то есть это уже практически такой, даже уже больше, чем мотоцикл, и соответственно для этого вида техники у нас есть своя линейка внутри линейки стрит скутерная, в частности синтетическое масло для скутеров 10W40, в литровой фастовке, в литровой упаковке прекрасно справляется со своей работой в 50-кубовых скутерах и в 600, и 800 и более Е, тоже является одним из хитов продаж, потому что все меньше и меньше остается на дорогах двухтактной техники. Да, она есть, но если взять производителей с большой историей таких брендов, как Yamaha, Aprilia, Ducati, Honda, Suzuki, у них уже практически не осталось моделей двухтактной, все именно с четырехтактными двигателями. это масло прекрасно для них подходит, прекрасно справляется. Ну, и все равно остается еще некоторое количество техники с двухтактным двигателем, по той причине, что двухтактный двигатель при том же весе, при том же объеме оказывается мощнее, чем четырехтактных. Но экологические нормы никакие не выдерживают, поэтому этот сегмент в последние года становится все меньше и меньше и сужается. Но, тем не менее, такая техника есть, она достаточно все еще популярна, особенно в России, когда все равно еще продолжаются поставки техники бывшими из Японии, когда продолжаются поставки техники новую уже, из Китая, все равно они все не все, а многие из них пока еще двухтактные, поэтому есть у нас и серия масел двухтактных для скутеров. Здесь уже выбор на пользователя, то есть начнем с синтетического продукта, полностью синтетическое масло, рекомендуется для высокофорсированных скутеров, это в основном брендовые производители, и, естественно, если речь идет о тюнинге, то есть маломальском, то уже можно, как, опять же, гарантия безопасности использовать двухтактные масла на синтетической основе. Следующий продукт полусинтетика, опять же, золотая середина, цена, качество, прекрасно справляется с нормальными и даже, может быть, чересчур нормальными нагрузками, золотая середина относительно цена-качества, прекрасно смазывает, прекрасно растворяется в топливе, прекрасно очищает двигатель, то есть, хороший временем проверенный продукт. И серия минеральных масел, менее популярна, опять же, из-за нашего российского менталитета, но, тем не менее, есть этот продукт, и для кого-то он может быть привлекателен именно своей ценой. К слову сказать, если по ходу тем возникают у кого-то вопросы, вы их пишите, если я знаю, что мы потом уйдем дальше, я постараюсь на него ответить, если вопрос, я уверен, встретится в будущем, я его тогда просто проигнорирую и дойдем до него чуть позже. В поддержку линейки стрит в этом году мы решили сделать одно действие, смотрите, зачем зимний класс вязкости, особенно в линейке стрит? На самом деле, вы должны помнить, что Россия не является законодателем в мотоциклетной моде, и те проблемы, которые у нас есть здесь зимой, как-то скользкие дороги из-за реагента, какие-то еще особенности неподготовленность дорог, недостаточная освещенность, как правило, все эти проблемы отсутствуют в Европе, а Европа, особенно, если мы возьмем Францию, Италию, Швейцарию, там много регионов, которые находятся выше над уровнем моря, и там может быть снег, там может быть холодно, там могут быть как раз такие условия, а там зачастую техника не консервируется, то есть используется круглогодично, то есть возможно вам вы живете там в горах и вам нужно использовать мотоцикл, то есть вы все равно будете использовать при минусовой температуре, если снега нет, а асфальт, дорога чистая, поэтому в общем-то не удивляйте, что есть зимние классы вязкости, ну потом 10V это все-таки не совсем зимний класс вязкости, скорее это всесезонный в поддержку линейки стрит мы в этом году сделаем достаточно интересную акцию, которую до этого мы пробовали на автомобильных маслах в прошлом году, акция направлена на конечного покупателя и заключается в том, что при покупке канистры он видит на ней специальный лейбл стикер, здесь вы на презентации можете увидеть его в крайнем левом углу канистры вот здесь вот на этикерке написана акция условия ее прохождения проведения и внутри отклеивается стикер секретный код уникальный который нужно ввести зарегистрировать на сайте пройти регистрацию там и по итогам акции в конце по итогам ее выиграть поездку и никуда нибудь на этап MotoGP как спонсором которого мы являемся в Италию то есть конкретно в регион Мизана недалеко от Сан-Марино разыгрываются четыре поездки четыре поездки каждый из победителей может взять с собой дополнительно еще одного человека ну менее удачливый все равно у них есть шанс выиграть планшет или большой ЖК-телевизор достаточно ограниченная серия масел имеется у нас с этими стикерами уже доступна для заказа как в регионы так и в центральном округе России дополнительно к этой акции мы выпускаем специальные плакаты которые можете разместить у себя на двери у клиентов в торговом зале вместе продаж и как показывает акция прошлого года напоминаю она была для автомобилей призом тогда была поездка в Сочи достаточно серьезный интерес продемонстрировали продемонстрировали конечные покупатели уверен что сейчас эта акция также не взорвет но будет востребована люди будут спрашивать не только сам факт проведения этой акции но и косвенные признаки на это указывают о них немного попозже это что касается линейки стрит линейки моторных масел оффроуд как уже сказал линейка оффроуд была создана не как маркетинговая часть то есть не как продвижение постараться заинтересовать увеличить количество артиклов у вас и в том числе у ваших клиентов на полке а это производственная так скажем необходимость как уже говорил зачастую внедорожные мотоциклы особенно кроссовые рассчитывают интервал замены не с километража пройденного а по моточасам то есть средним цифра могут быть 10-15 моточасов далее замена определенных узлов соответственно нагрузка на эти мотоциклы в некоторых случаях может быть выше потому что охлаждение скорость меньше чем на асфальтовом покрытии очень рваный темп из-за того что колесо заднее может проскальзывать на песке или в грязи вы можете закопаться целиком в лужу на этом мотоцикле то есть охлаждение происходит гораздо хуже и в этих маслах содержатся присадки которые обеспечивают дополнительную защиту при перегревах также может быть дополнительный износ двигателей при управлении на внедорожных условиях то есть эти масла имеют еще дополнительные присадки позволяющие дополнительно защитить то есть снизить износ основные отличия почему конкретно мы вводили мотоциклетную программу серию масел оффроуд также эта программа внедорожная делится по сути на два сегмента внутри таких глобальных это масла для стандартного использования всего два масла у нас 1040 и 1550 то есть самая популярная вязкость и продукты масла 10w30 уже практически не рекомендуется возможно какой-то производитель еще будет писать в инструкциях по применению масла 10w30 но это не более чем то что он будет писать это для всех своих мотоциклов прописывать в книжке зачастую особенно бренд который понимает и отдает внимательно отдает отчет своим действиям и внимательно относится к каждой единице продукции он никогда во внедорожную технику не пропишет масло меньше вязкости 10w40 это минимально а еще лучше 15w50 если мы говорим о летнем сезоне оба масла гидрокрекинговых в общем-то хиты продаж в линейке стрит ну и потенциальные хиты продаж в линейке оффроу минеральное масло 10w40 как убийца продукт убийцы рынка с минимальной ценой но однако еще и прекрасно подходящие для мотоциклов с воздушным охлаждением и внутри линейки оффроуд естественно спортивная по сути дела линейка то есть эти же самые масла также применяются и в соревнованиях и в спортивных мотоциклах тренировках то есть если мы говорим даже о чистом спорте опять те же самые вязкости что и в линейке стрит касающейся спорта масло полностью синтетическое на пау основе 5w40 10w50 10w60 естественно стоимость они будут выше даже можно сказать в нынешних условиях значительно выше чем гидрокрекинговый а уж тем более минеральный но однако если как правило все любители мотоциклов являются именно любителями то есть не в смысле что они их не умеют пользоваться а наоборот то что они их любят холят или леют и зачастую выбор именно идет в пользу синтетических продуктов также в линейке оффроуд масел у нас линейка линейка один по сути дела продукт для квадроциклов 10w40 универсальная вязкость подходящая для и так сказать мотоциклов АТВ квадроциклов АТВ и квадроциклов УТВ кто знает о чем знает что они немного отличаются то есть один по сути дела как квадроцикл даже вот изображенный здесь на канистре в другом случае это уже практически такой автомобильчик зачастую даже с крышей квадроциклетное масло зарекомендовавшее себя как хороший продукт в особенности благодаря поставкам на конвейер производителя стелс это наш российский производитель который изначально заказывал запчасти из Китая и собирал здесь выпуская свои квадроциклы сейчас он все больше и больше этот производитель переходит на изготовление спасных частей сам то есть там по-моему на 90% уже квадроцикл состоит из российских запчастей давно мы с ними работаем уже больше 5 лет и за это время продукт очень хорошо себя зарекомендовал я говорю сейчас о масле 10W40 естественно используется он и в квадроцикл других производителей но это продукт общего применения то есть если мы будем говорить о спорте то есть в особенности у Yamaha Arctic Cat Honda квадроцикла спортивного назначения устройства этих двигателей очень близки даже к спортивным мотоциклам поэтому на них если у вас зайдет речь то есть я рекомендую мы в целом рекомендуем уже обращаться к синтетическим маслам серии Off то есть здесь вы можете найти продукты удовлетворяющие их потребности дальше часть программы Offroad это снегоходные масла но сезон понятное дело уже практически завершен в центральном регионе в южном он даже наверное еще не начинался и никогда не начнется на севере будет продукт еще до сих пор востребован два продукта у нас есть в этой линейке оба продукта синтетические двухтактное масло синтетическое и четырехтактное масло синтетическое прекрасно опять же зарекомендовали себя в прошлом году были выпущены дополненные линейки четырехлитровыми канистрами и в зимние периоды являются хитами продаж какое масло льется в двигателе завода стелс на завод стелс мы поставляем масло 10 в 40 точнее сказать поставляли сейчас вот это вот зимой мы туда поставляли только снегоходное масло двухтактное но вообще 10 в 40 оно и используется в сервисах на гарантийном и постгарантийном обслуживании есть у нас соответствующее письмо от этого завода о нем позже знаете имейте ввиду в поддержку серии масел оф роут с 1 апреля мы запустим акцию с подарком для конечного покупателя подарок будет это по шлеме заказанный тщательно выбранный нами из широкого ассортимента имеющихся таких продуктов будет какие продукты будут из серии оф роут с этим подарком идти сейчас уточняется абсолютно точно это будет квадроциклетное масло и возможно 10-40 тем не менее ждите анонсов ближе как раз к 1 апреля за несколько дней заранее мы уже опубликуем полную новость 4-х литровые канистры также будут упакованы в блистер в пластиковую прозрачную упаковку внутри где у нас обычно баночка какая-либо в подарок будет аккуратно свернута упаковочке находиться под шлем как показывает практика подшлемник очень востребованная вещь и за сезон может потеряться порваться испачкаться не знаю то есть за сезон мотоциклист или квадроциклист может поменять их 3-4 штуки очень полезно пока не ушли далеко от снегоходов для снегоходов марки BRP двухтактных серии TEC подходит ли масло сном mobile 2T смотрите устройство двигателей что 4-х тактных что 2-х тактных ну как бы никто не придумал велосипед как основной принцип был заложен там много лет назад так он остается до сих пор то есть в частности вот двухтактный двигатель устроен таким образом что масло смешивается с топливом еще до попадания в камеру сгорания и никакой разницы между маслами в этом случае практически нет то есть это обязательно как правило САЕ-30 база то есть это обязательно хорошо растворимое масло и обязательно оно должно очень хорошо сгорать да BRP компания BRP скиду Arctic Cat конечно же прописывают и рекомендуют свои продукты но мы должны понимать что это все абсолютно то же самое то есть принцип работы что масло что двигатель абсолютно такой же и можно применять абсолютно любые масла да может могут быть нюансы как например в случае с дизельными или бензинными двигателями там есть разница в металлах которые применяются при изготовлении этих двигателей но в основной своей части то есть закладывать в двигатель дополнительные какие-то усложнять конструкцию дополнительными металлами дополнительными условиями совершенно не требуется кстати компания арктикет пошла вообще достаточно хитрым путем у них в рекомендации по применению двухтактных масел они прописывают лодочную категорию WNMA2 такие масла есть и у нас но они из категории лодочная программа соответственно трудно конечному покупателю объяснить что лодка нарисована но это масло подходит для его квадроцикла или там для его снегохода вот такой вот нюанс есть итак с 1 апреля мы запустим акцию подшипник в подарок с категорией масел серии оффроуд следите за анонсами следите на нашем в нашей клиентской партнерской зоне и плавно переходим в моторные масла для двухтактной техники сразу оговорюсь сейчас речь я больше буду вести о по той простой причине что производители уже давно производители мотоциклов я имею ввиду уже давно отказались от двухтактных двигателей когда мы говорим о городских мотоциклах то есть здесь естественно самое основное требование это экология ни один двухтактный двигатель не выдержит суровые нынешние нормы и на сегодняшний день ни один именитый производитель не выпускает технику с двухтактным двигателем однако эта техника осталась техника с таким двигателем осталась среди кроссовых мотоциклов особенно для детского мотоциклетного спорта ну потому что как уже говорил мотоцикл с таким двигателем при том же самом весе получается в полтора раза ну плюс-минус мощнее принцип работы двигателя особенно масла заключается в том что масло находится не в картере двигателя как в четырехтактном мы привыкли а отдельно в масляном бачке и через маслонасос поступает непосредственно перед камерой сгорания то есть возможно в карбюратор либо в коллектор после карбюратора и происходит смешивание с топливом то есть уже топливная смесь с маслом попадает непосредственно в камеру сгорания парами смазывается кривошатунный механизм масло вместе с топливом сгорает и выбрасывается в плосотную систему хитрость такая что часть не сгоревшей смеси потом в следующем такте закачивается обратно в цилиндр из глушителя такая интересная особенность этого двигателя то есть масло используемо для двухтактных двигателей как минимум первое должно хорошо смешиваться чтобы за короткое время успеть в коллекторе смешаться с топливом два хорошо сгорать то есть практически полностью не оставляя нагара не оставляя абразива ну и третье оно должно быть само по себе из хорошей качественной базы то есть с низким содержанием серы ну практически идеальный продукт то есть как слеза как топливо должно быть поэтому для двухтактных масел очень высокие требования когда мы говорим об их производстве итак в категории двухтактных масел линейка оффроуд однако есть у нас еще отдельная линейка стрит здесь презентации я не стал ее не буду о ней говорить хотя продукты у нас такие есть значит первое масло из двухтактных внедорожных это естественно синтетическое масло условия на пересеченной местности гипер экстремальные гипер сложные будь то опытный владелец мотоцикла опытный мотоцикл будь то начинающий все равно много грязи много пыли скорость маленькая нагрузки на двигатель большие синтетика ну пожалуй что самый востребованный продукт в этой линейке и полусинтетическое масло золотая середина относительно цена-качество и во всех допустим скутерной линейке это масло было бы хитом продаж здесь оно также популярное также оно у нас есть в ассортименте чуть-чуть передел и единственное масло которое из линейки стрит я хотел бы вам сказать двухтактное это специальное супергоночное масло для картинга масло имеет амалагацию международной автомобильной федерации то есть та федерация которая спортивная федерация которая отвечает за проведение формулы 1 ралли автомобильного трофи рейдов и в том числе чемпионатов мира и европы по картингу подавали мы все документы на сертификацию этого масла на амалагацию вот у нас есть и сертификат о том что это масло возможно к применению в спортивных дисциплинах картинга и есть значок такой на самой канистре что да допущено и если вы найдете на сайт зайдете на сайт федерации там вы найдете это масло в списке допущенных это масло кардинально отличается от всех приведенных мной раньше то есть как я уже говорил масло должно сгорать в двигателе и если те предыдущие масла для двухтактных двигателей имеют температуру вспышки порядка 115-118 градусов то это масло имеет температуру вспышки выше 240 здесь немного другая задача у этого масла так как мы говорим о спорте в принципе двухтактный двигатель можно легко раскрутить выше 20 тысяч оборотов при таких сумасшедших оборотах обычное масло конечно же не выдержит то есть оно может быть и не сгорит но пленка порвется абсолютно точно то есть чтобы избежать риска трения металла об металл без масляной пленки производители масла закладываются очень существенно и в этом продукте как раз соблюдены все вот эти требования но масло да очень качественно очень спортивно супер супер во всех отношениях но его нельзя применять в городских условиях то есть вы должны понимать что когда двигатель не будет крутиться на таких оборотах когда он там 10-12 тысяч городских условиях будет обеспечивать то есть это масло просто будет не сгорать до конца и его будет все больше и больше через топливную смесь поступать в двигатель естественно это отразится на характеристиках и такая проблема с нашим конкурентом когда пользователи в общем-то ругаются что скутер или там мотоцикл тогда еще двухтактный стали хуже ездить на этом масле ну конечно же то есть чем меньше сгорает масло тем его больше тем хуже характеристики то есть это масло не рекомендуется для конечных пользователей не связанных спортом но в то же время в спорте если мы говорим о картинге о картинговой шпоре с картами с двухтактными двигателями это продукт лучше него и нету следующая категория то есть мы с моторными маслами сейчас тогда заканчиваем больше вопросов касательно этой темы не вижу переходим тогда к трансмиссии несмотря на то что ну наверное 70% мотоциклов идут с двигателем которого трансмиссия находится в той же самой масляной ванной что и двигатель несмотря на это есть и присутствуют мотоциклы у кого трансмиссия отдельного двигателя то есть это всем нам знакомы Урала Днепры ряд мотоциклов BMW некоторые модели хонды кроссовый двойного назначения могут идти с трансмиссией отдельно но для этих как раз мотоциклов у нас в ассортименте есть свои трансмиссионные масла применение этих трансмиссионных масел по рекомендации производителя то есть все то же самое GL4 GL5 как автомобилях вязкости 75V90 80V или там 75 на 140 выбирайте из ассортимента трансмиссионных масел все просто синтетика 75V90 GL5 но характеристики великолепные никаких рекламаций никогда не было продукт у нас более 10 лет в ассортименте прекрасно себя зарекомендовал новинка прошлого года 75V140 также GL5 особо просто даже нечего сказать так как трансмиссия в общем-то на мотоциклах особо никогда не вызывало нареканий если мы не говорим о мотоциклах КТМ никаких проблем 80V минералка GL4 самый востребованный продукт на рынке потому что именно минералка в общем-то имеет традиционно заливалось в мотоциклы произведенные как раз коробка отдельно потом уже производители стали рекомендовать синтетику но так до сих пор остается то есть самый популярный продукт минеральное масло GL4 хит продаж последних трех лет с момента выхода этого масла специально масло для скутеров в упаковке 150 грамм вязкости 80V90 то есть масло в скутере меняется достаточно редко то есть раз в сезон некоторые раз в два сезона меняют незачем покупать полулитровую литровую упаковку когда есть такой 150 граммовый тюбик средняя заливка вот 750 до как раз 150 грамм прекрасно подходит чем отличается 7590 автомобильного от 7590 мотоциклетного вопрос не вбрев а в глаз ничем абсолютно ничем устройство трансмиссии то же самое что и автомобиля что и катер что и любого другого блока то есть никаких исключений там нету и зачастую даже мы предлагаем если владельцу мотоцикла или скутера требуется какая-то особая вязкость мы предлагаем из ассортимента автомобильных масел то есть что касается этого то есть это не моторное масло которое должно отвечать дополнительным требованиям мотоциклетным для трансмиссии таких требований нет по сути дела состав абсолютно такой же как и автомобильный 16V50 артикул 150 грамм 80-90 хит продаж среди трансмиссионных масел из-за количества техники для применения ну естественно из-за цену и новинка прошлого года трансмиссионного трансмиссионного масла 10V30 АТВ кто знаком с квадроциклетным бизнесом то есть с продажами квадроциклов ряд производителей имеет интересную очень конструкцию квадроциклов когда тормоза находятся в одной и той же масляной ванной что и трансмиссия ну то есть квадроциклы зачастую ездят по ужин там зачастую даже подвешивают специальные баки чтобы они не тонули чтобы просто переплывать на них то есть грязи много камней много и тормоза чтобы они не портились хорошо работали чтобы колодки не пропитывались влагой делают специально в трансмиссии то есть и здесь тогда для мотор для трансмиссионных масел появляются дополнительные требования то есть они должны содержать определенное количество антифрикционных присадок как раз вот это масло 10В30 АТВ отвечает этим требованиям и как раз оно рекомендуется для квадроциклов с мокрыми тормозами в трансмиссии у конкурентов есть такие продукты но они встречаются в 20-ти литровой фасовке то есть это в основном могут быть категории тракторных масел поэтому собственно говоря в большой фасовке идут у нас есть литровый то что нужно для нашего с вами владельца квадроцикла по трансмиссии еще вопросы нет идем дальше масла для вилок и фильтров в мотоцикле в квадроцикле в снегоходе вилка ну и вообще подвеска это элемент настройки вы должны понимать что особенно когда мы говорим о японских мотоциклах то есть он с завода настраивается под определенного под определенного человека мотоцикл ну как правило весит от 120 до 400 килограмм в зависимости от его назначения и большая разница как он управляется если человеком управляет весом 60 килограмм как среднестатистический японец или если человек 100-120 килограмм как среднестатистический российский парень соответственно процент вот этого веса достаточно большой и не факт что настроенный мотоцикл японским производителем будет хорош при использовании в России то есть скорее всего к нему потребуется некоторая донастройка вот как раз элементом настройки подвески является и вязкость масел то есть одновременно на одном и том же мотоцикле может применяться масло вязкостью и 5 и 7 с половиной и 10 и 15 ну зачастую особенно в европейцах вы встретите прописанную постоянную вязкость 7,5 просто для вашей информации но это никогда не являлось панацеей и действительно то есть если человек достаточно грузный спокойно может заливать вязкость выше если особенно чувствует дискомфорт при управлении мотоциклом то есть через мерную жесткость вилки или наоборот мягкость когда она пробивается на каких-то ухабах там до конца это достаточно неудобно когда тебе в руки каждая почка отдает то есть можно как-то попытаться настроить ну как правило настройка производится либо знающим человеком то есть можно самому конечно же поменять но зачастую механики в сервисах знакомы с этой настройкой и помогут сделать правильный выбор весь вопрос в том чтобы были в наличии у них эти продукты все наши масла на вилочной я имею ввиду на синтетической основе то есть у нас есть очень важное конкурентное преимущество перед конкурентами особенно когда касается спортивной части синтетические масла в отличие от минеральных или полусинтетических не теряют свою вязкость в зависимости от температуры то есть если в спорте кроссмен начинает заезд на холодной вилке с вязкостью масла 5В то через три круга когда вилка прогреется вязкость такой же и останется при использовании других базовых масел нет все правильно по вязкости вернусь нет зима здесь ни при чем это не ну естественно это может влиять и может применяться относительно температурных режимов в окружающей среде то есть если вы летом грубо говоря использовали вязкость 10В и в сентябре там в октябре возможно в ноябре когда температура существенно падает вы чувствуете что вилка стала очень жесткой то есть ну прям бьет в руки некомфортное поведение мотоцикла можно уменьшить вязкость то есть сделать его чуть-чуть помягче то же самое если вы пользуетесь 5В вдруг неожиданно плюс 30 и вялое такое поведение слишком большая амплитуда работы подвески можно вязкость увеличить естественно температура влияет но также и ваш вес стиль управления мотоциклом все это сказывается подбор вязкости происходит индивидуально вернусь к синтетической основе стабильная вязкость при любой температуре это очень важный аргумент при работе со спортивными командами со спортивными клубами и так далее масла для фильтров да сейчас мотоциклы мотоциклетные концерны как и автомобили в общем-то используют одноразовые заменяемые фильтры но это в основном дорогостоящая техника если речь идет о дешевой там вы зачастую можете встретить все тот же поролоновый фильтр который использовался 20-30 лет назад я имею ввиду не сам фильтр который использовался а технология соответственно поролоновый этот фильтр он зачастую является обслуживаем обслуживаем вы его снимаете раз в определенный период промываете и смазываете специальным составом специальным средством два вида у нас этого средства есть по составу одно и то же абсолютно весь вопрос в применении кому как больше нравится то есть в первом случае артикул 3950 это будет спрей когда вы по сути уже устанавливаете фильтр на место и сверху пробрызгиваете составом масляным либо второй вариант артикул 7635 когда масло по сути дела налито в банку вы также чистите фильтр но только еще до установки его смачиваете этим маслом пропитываете прожимаете и устанавливаете обратно кому технология как нравится в общем-то здесь даже какие тесты тут можно провести все равно плюс-минус то же самое эффект он и получается кому как нравится и плавно переходим к разделу химии для мотоциклов в основном конечно же химия для технических транспортных средств она зачастую индивидуальна но у мотоциклов есть ряд узлов которые требуют специальных препаратов специального применения и поэтому мотоциклетная программа в общем-то и содержит целый раздел немаленький мотоциклетной химии начну с двух новинок в этом году мы я думаю что до начала апреля получим на склад две присадки в 80-миллилитровой упаковке так называемые шутеры то есть присадка которая во-первых по цене будет очень привлекательна во-вторых что это что следующее они чуть позже они дадут эффект моментально то есть через 10 минут 5-10 минут после их использования ощутимо заметна разница на поведение вашего мотоцикла то есть первая присадка это очиститель топливной системы карбюраторов инжекторов добавляется в бак непосредственно и очень хорошо очищает вот эти лаковые отложения от топлива очень хорошо промывает карбюратор инжектор то есть и особенно на технике особенно на цветной технике малой кубатуры где лошадиных сил не так много сразу же чувствуется прибавка выравнивания характеристики и вторая присадка такая же по объему такая же по оформлению с таким же практически названием но только обеспечивающая лучшее сгорание топлива в связке с предыдущей присадкой то есть если одновременно используется две наиболее ощутимый эффект и как уже сказал то есть заметен эффект будет сразу после применения то есть если у вас есть клиент или конечный покупатель который сомневается в качестве продукции мало знаком я имею в продукцию ликвимоли мало знаком с этим брендом то вот эти два препарата самый лучший способ тут и сейчас продемонстрировать ему качество продуктов то есть дать ему попробовать и скорее всего он потом свой интерес распространит и на другую продукцию компании ликвимоли бомбек 1200 с какое масло залить я думаю что там рекомендация идет 5w40 если мне не изменяет память есть у нас такой продукт линейки street синтетическое то есть скорее всего оно но опять же у нас есть каталог подбора в том числе на сайте свертить дополнительно то есть мы его проверяем дополняем развиваем вот ну и чтобы уж было прям совсем вы уверены в своем выборе посмотрите что рекомендует производитель я уверен там 5w40 будет как раз идем дальше химия для мотоциклов для тех кто путешествует на мотоциклах а таких много есть даже свои премии моциклетные так называемые айронбат есть даже ассоциация такая айронбат ассоциейшн в переводе на русский прошу прощения железная задница имеющая свои нормативы туристические и в общем-то для них вот этот вот вот это средство антипрокол очень-очень-очень полезное то есть оно позволяет если вдруг вы прокололи колесо в лесу на дороге задолго до моциклетного сервиса в регионах возможно очень трудно вам будет очень трудно найти моциклетный сервис и не каждый ремонт резины возьмется за 17 а то и 19 дюймовые специальные колеса вот это средство вам очень-очень-очень пригодится нет оно не позволит вам продолжить движение также с той же скоростью с которой вы ехали до этого но там 60-70 километров в час с такой крейсерской скоростью вы сможете продолжить движение и там уже у вас будет больше времени то есть не придется толкать мотоцикл до того как вы доберетесь все-таки до ремонта прекрасно помещается в кофр или дорожную сумку мои все знакомые кто ездит в туристические поездки в особенности из голдвин-клуба всегда с собой берут эту вещь и не так давно в журнале моторевью была статья о поездке из Москвы до Магадана ребята в общем-то раза три-четыре воспользовались этим средством в разный естественный период времени очень его нахваливали на какое расстояние или времени хватит все речь идет про предыдущий продукт естественно все зависит от пореза естественно это не на весь срок службы естественно вам нужно использовать это средство и добраться скорее до сервиса то есть это ваша сейчас задача чтобы в сервисе уже сняли колесо вычистили внутри средства заделали резину или поменяли ну и естественно от ширины пореза в первую очередь зависит идем дальше очиститель мотоциклов средство как произведенное в Германии отвечает требованиям экологической безопасности так как используется оно по сути дела то есть смывается и выливается на землю оно является биоразлагаемым на водной основе и на самом деле естественно по этим причинам боится мороз но боится мороза как замерзло если что потом отмерзло ничего страшного но при перевозках в общем-то это нужно учитывать зачем нужно это средство мотоциклы то есть если автомобиль это большая площадь плоских гладких вещей то мотоцикл это большое количество выемок соединений деталей там где-то под пластиком рядышком могут быть соединения электрики в особенности в близкой части находится радиатор и зачастую если вы используете мойку высокого давления особенно если она будет очень слишком мощная слишком мощная можно повредить струей перебить и проводку и загнуть ламерики радиаторов поэтому когда мы говорим о мойке мотоциклов рекомендуется применять специальные составы вот как например 1509 наносится на мотоцикл ждете некоторое время потом просто проточной струей воды смываете остатки средства и все естественно это средство не отмоет многолетние остатки напыления от колодок на дисках тормозных или какие-то въехшиеся уже масляные пятна но как средство для профилактики периодического периодически мойки мотоцикла это вполне отличное место особенно если вы действительно моете свой мотоцикл на дачном участке где-то за городом и так далее ну или просто на мойке дальше идем промывка масляной системы что об этом сказать да у мотоциклов есть своя промывка категорически не рекомендуется использовать автомобильные промывки для использования на мотоциклах потому что опять же особенность строения мотоциклярного двигателя если будет слишком активная промывка смоет и лаковое покрытие радиатора и возможно даже причинит разрушение антифрикционным диском фрикционным диском точнее сцепление в коробке поэтому в ассортименте мото у нас только одна промывка щадящая и рекомендуется ее использовать при замене при переходе с одного производителя на другого либо при смене базы масла то есть минералки на синтетику или полусинтетику ну и ежегодное применение при использовании минеральных масел то есть перед заменой масла налили в коробку в коробку в двигателе эту промывку поработал двигатель 10 минут на холостых оборотах слили подождали чуть-чуть залили потом свежее масло промывка на керосиновой основе испаряется остатки испаряются либо сразу либо через уже непосредственно кольца ну то есть в конечном итоге у вас не остается этого средства вообще так ну и присадка в моторное масло для снижения износа здесь нужно быть очень ну я должен быть с вами предельно честен во всех случаях и этот не исключение является даже особенностью присадка содержит десифид нолибдена для металла это очень хорошее средство действительно позволяет снизить трение позволяет продлить срок службы мотора но десифид нолибдена кубителен для сцепления которое находится в той же самой масляной ванной то есть сцепление будет попросту проскальзывать то есть вся мощность мотора будет уходить в никуда сцепление будет проскальзывать а то и гореть и в общем-то эта присадка ее применением допускается не более трех процентов как рекомендует производитель но не уточняет три процента от чего от залитого масла двигателя от нормы ну то есть очень тяжело это и трудно посчитать если мы говорим о современных мотоциклах то я честно не рекомендую использовать эту присадку очень тяжело ее подсчитать правильно подобрать если мы говорим о таких мотоциклах которые ближе к автомобильному строению как я уже сказал Урал Днепр где коробка отдельно сцепление отдельно там это средство очень удачно будет работать имейте это ввиду дальше едем по химии где ЛМ берет базовое масло ну такой информации у меня нет но сейчас в данный момент есть несколько поставщиков выбираем выбирает немцы всегда самое лучшее в общем-то как и другие производители с именитыми брендами то есть у нас нету мощностей по добыванию нефти как вы знаете да то есть мы не являемся мегритом глобальным концерном но наша сила в том что мы выбираем имеем свою лабораторию и имеем возможность выбрать где что купить то есть выбрать самое лучшее в итоге дальше идем по присадкам присадка в топливо для 4-х тактных двигателей это в принципе присадка которая есть у нас давно и состав у нее точно такой же как было сказано мной выше когда я говорил о так называемых шутерах только шутер рассчитан где-то на 10 литров топлива этот на 20 если я не ошибаюсь то есть по большому счету очиститель топливной системы также будет очень хорош если в середине сезона вы почувствовали что мотоцикл ведет себя некорректно неадекватно откликается на открытие закрытие газа то можно попробовать прежде чем вести в сервис ставить мотоцикл на обслуживание на обслуживание можно попробовать легким путем попробовать это исправить вам сотрудничать ли с Лукойлом в каком формате ну как конкурент мы сотрудничаем размещаем рекламу возможно на одних и тех же площадях ну в чем конкретно вопрос идем дальше такая же присадка но уже для двухтактных двигателей здесь это гораздо пожалуй более важно даже чем для четырехтактных потому что как уже говорил особенность двухтактного двигателя заключается в том что часть смеси не сгоревшей выбрасывается в выхлопную систему поэтому если вы приглядитесь к двухтактным скутурам или мотоциклам вы увидите что определенная геометрия трубы там выдерживается то есть это не как четырехтактная такая прямая или там завернутая это абсолютно четко рассчитанный размер утолщения и потом дальше сужения чтобы внутри выхлопной трубы образовывались завихрения и часть смеси содержалась она во взвесе то есть не прилипала к стенкам и заканчивалась при следующем такте обратно зачастую естественно при этом глушитель разогревается существенно и что-то что все-таки касается стены глушителя остается на этих стенках со временем все больше и больше накапливается этих отложений не сгоревших и периодически возникает у пользователей проблема что характеристика работы двигателя существенно меняется вот как раз это знак и сигнал что нужно срочно что-то делать ну в частности двухтактные трубы очень тяжело разобрать и промыть да там могут отвалиться эти куски но там как их там потом раздробить и вытащить из этой выхлопной трубы непонятно разрезать ее уж тем более не нужно можно попробовать вот этим вот этой присадкой для ухода за топливной системой попробовать воспользоваться и бака за 3-4 топливных вы значительно сократите количество нагара внутри двигателя и внутри выхлопной трубы в частности вот кто применял эту присадку в общем-то знает хорошо знаком с ее действием ну к сожалению ее действие только не моментальное а вы заметите то есть по прошествии нескольких циклов применения дальше новинки прошлого сезона присадка в топливо бензин стабилизатор ну об этой присадке вы могли уже знать из ассортимента автомобильной программы используется она для сохранения топлива во время длительного простоя техники то есть на сезонное хранение заключается в том что не дает топливу разлагаться на фракции то есть в конце сезона применения вы залили ее использовали в начале завели мотоцикл снегоход газонокосилку что угодно и можете спокойно использовать то есть с баком средства с топливом в баке средство это сгорит не будете весной в случае мотоциклов иметь никаких проблем следующая присадка спид аддитив опять же как уже сказано было выше в этом году мы выпускаем промо упаковки этого средства под названием шутер такая же по составу точно присадка только в большей фасовке 125 миллилитров как уже сказал помогает улучшить процесс сгорания топлива эффект будет чувствоваться сразу два средства также появившихся в прошлом году это очиститель системы охлаждения и герметик ну если очиститель системы охлаждения носит больше такое назначение профилактики но однако и способен справиться если у вас имеются перебои в работе системы охлаждения то герметик для системы охлаждения незаменимая вещь когда опять же представьте себе идет сезон полным ходом или заканчивается вам еще хочется кататься ездить куда-то у вас планы на ваш мотоцикл а тут вам говорят что нужно ставить мотоцикл на переборку и поверьте мне разобрать мотоцикл заказать на него запчасти порой потом все это собрать весь этот процесс может занять длительное время и лучше конечно же готовить сани летом и за зиму это все сделать но если у вас такая ситуация происходит в конце сезона за месяц до окончания то просто жалко терять это время нужно попробовать легкие быстрые методы которые возможно помогут вам доездить до конца сезона и потом уже поставить на техническое обслуживание ваш мотоцикл квадроцикл или что угодно то есть средства также есть у нас в ассортименте авто хорошо себя зарекомендовала вот теперь есть в мото фасовке упаковки поможет залатать незначительные подтекания повреждения радиатора и охлаждая система охлаждения вот уже непосредственно та мотоциклетная химия которая используется непосредственно для мотоциклов всего технического устройства это очистители и смазки цепей начну сразу с очистителя потому что перед тем как нанести новую смазку конечно же рекомендуется сначала очистить принцип работы герметикой не опасен ли он герметик в общем то заливается в систему охлаждения и в процессе ее работы то есть забивает вот эти маленькие дырочки куда он попадает маленькие микротрещинки не остается там до следующего ремонта ну в системе охлаждения система охлаждения мотоциклетная так же как и трансмиссия ничем не отличается от автомобильной то есть зазоры там достаточно большие везде чтобы жидкость разной температуры будь то холодная при запуске будь то разогрета до 100 градусов проходила одинаково то есть если мы говорим о каком-то маленьком отверстии которое может забить это средство то это в 100% случаях это именно трещинка какая-то какое-то отверстие дырочка но никак не насосы никак не термостаты ну сейчас давайте не будем вдаваться в подробности цифры да то есть зайдите на наш сайт на наш портал попросту сравните эти два средства там большая часть параметра будет одинаковая давайте пойдем дальше там еще много чего интересного двухтактные масла я так понимаю разных брендов с одинаковым допуском смешиваются ли смотрите я не знаю не знаю точного состава масел других брендов то есть я знаю точно что для двухтактных масел у ликвеноли отличается базовое масло то есть у нас используется базовое масло пятой группы полизобутилен так называемая именно как раз вот эта база позволяет быть двухтактным маслом бездымным малозольным и я не знаю как эта база поведет себя или даже пакеты присады которые мы используем поведет поведут себя при смешивании с другим брендом если герметику вернемся если у вас осталось чуть-чуть масла в масляном бачке ну там слейте остатки на всякий случай то есть не допускайте большого объема смешения но не стоит заморачиваться на эту тему если там что-то несколько грамм остается все-таки этого масла предыдущего производителя ну я думаю что можно спокойно я уверен точнее что можно спокойно использовать то есть долевать не промывая масляный бак двухтактного мотоцикла или скуха то есть все это все равно сгорит незначительно но вот так чтобы прям пол-литра на пол-литра мешать я бы не рекомендовал один из наших пользователей заливал себе себе герметик мне понравился просто не помог естественно как и случаи с мотоциклетной резиной средством для починки мотоциклетной резины нету гарантии стопроцентной что любой порез любой прокол любое повреждение будет работать и на сто процентов вылечить ситуацию это средство как попытка легко решить проблему и потому что иначе проблема решается разбором всего мотоцикла снятия всех узлов чтобы добраться до места пробоя и замены детали если не получается ее починить дальше цепи перед нанесением новой смазки естественно это не только на цепи но и на другие узлы других видов техник нужно ее очистить не рекомендуется использовать керосин или бензин для этих целей потому что мотоциклетная цепь по сути своей да хоть она сделана из металла в основной части но звенья скреплены резиновыми уплотнителями так называемыми о-рингами з-рингами x-рингами они вот как раз и на формате как они называются то есть либо это колечками либо в виде буквы x и вот эти вот уплотнительные колечки резиновые они как раз держат внутри смазку заложенную производителем чтобы цепь как раз долго прохаживала и если вы будете использовать бензин или керосин то эти средства как раз таки сушат эти резинки и со временем они потрескаются и перестанут препятствовать вымещению смазки заложенной производителем изначально то есть будет только хуже естественно это опять же не ежесекундный то есть не секундный момент не стоит ждать чтобы помыли цепь бензина и все хана через там тысячу километров цепь развалится но вы должны об этом знать то есть если вы достаточно долго используете мотоцикл лучше использовать специальное средство безопасный переходим к мотоциклетным спреем для мотоциклетных цепей как уже сказал цепь мотоциклетная достаточно интересного технического строения и самая распространенная ошибка пользователей когда они используют смазку цепи они думают что нужна вот эта смазка помогает защитить металлические части цепи и стараются залить ее полностью то есть всю цепь чтобы быть гарантированно уверенными что смазка работает на самом деле смазка нужна именно для того чтобы увлажнить и смазать вот эти уплотнительные колечки не более чем поэтому объем нанесения на один мотоцикл не более 50 грамм то есть у нас есть специальный сервисный спрей с этой смазкой для сервиса подходящий удобно списывать его он как раз 50 грамм то есть на один мотоцикл в ассортименте у нас есть несколько смазок цепей первое и самое популярное это белая цепная смазка с содержанием с частицами микрокерамики то есть это пожалуй единственная смазка цепи о которой можно говорить как о некоторой защите для металлических частей этой цепи вот но основные свойства этой цепи этой смазки как уже сказал смазать вплотнительные колечки смазка белого цвета хорошо видно как дозировать ее при момент нанесения многолетних продаж и несколько еще смазок которые отличаются уже по назначению то есть в категории стрит есть смазка зеленого цвета отличается она тем что лучше держится на повышенных оборотах не слетает она как раз зеленого цвета также очень хорошо дозировать при нанесении следующая смазка это назначение оффроуд для мотоциклов эндуро здесь как я уже говорил в условиях внедорожного использования большого количества камней грязи пыли и смазка не позволяет прилипать крупным частицам к цепи ну естественно минус относительно предыдущих смазок она требует более частого нанесения но это и понятно то есть мы сегодня покатались приехали домой сегодня же помыли мотоцикл и чтобы он не проста не ржавел сразу же взяли и смазали и универсальная смазка 7508 для цепей откровенно говоря эту смазку больше всего любят моноскретный сервис потому что она бесцветная и не видно в каком количестве она нанесена то есть в случае использования белой когда вы знаете что какое количество смазки нужно промазали цепь она будет еле-еле белая и там внутри с внутренней стороны а пользователь который уверен и поверьте его трудно убедить переубедить уверен что смазка нужна чтобы смазать всю цепь он будет недоволен что на него любимого потратили малое количество смазки а не залили полностью как это делает он в своем гараже в итоге чтобы избежать этих конфликтов зачастую моноскретные сервисы любят вот этот стрелочкой проведу вот этот препарат универсальная цветная смазка ну такой вот нюанс при работе с моноскретными сервисами дальше косметика можно ли использовать белосмазку керамику для велоцепи смотрите я бы не рекомендовал потому что опять же цепь цепи рознь я знаю что у некоторых велосипедов есть цепи близкие построения к мотоциклетным но в основном в основной своей массе они другого формата и у нас есть отдельная своя специальная велосипедная программа то есть там как раз целых три разных цепных смазки для сухой погоды для влажной для зимы для дождя и универсальное виде спрея ну используйте их значит косметика и химия для самого мотоциклиста для самого пилота для самого гонщика как хотите его назовите первый очиститель визора состав не агрессивный к визору визор хоть и называется стеклом шлема но сделан он из специального пластика и физическое воздействие или активные развидающие средства могут привести к замутнению этого самого визора этого самого пластика поэтому не рекомендуется на сухую пытаться отдирать насекомых приливших во время езды водой влажной салфеткой или лучше всего вот этим средством смочили протерли тут же и как бонус средство обладает эффектом антизапотевания то есть что значит эффектом это не его назначение то есть не стоит ждать что он в течение пяти дней будет держать не допускать образования запотевания но если вы утром применили и утром такая прохладная погода именно в это время наиболее актуально запотевание стекла оно вам поможет да вечером эффекта уже может такого не быть но это не его основное назначение и второе средство для шлемов это внутренний очиститель шлемов даже сейчас еще можно встретить шлемы у которых обивка внутренне не отстегивается или отстегивается не полностью то есть пока вы ездите вы конечно же этого не замечаете но потеете в том числе и голова потеет и подшлемник в общем-то мог бы там взяли его уронили тут же подняли но не будете же вы его тут же стирать да конечно отряхнули надели но все равно какая-то грязь попадает в обивку шлема проникает туда и со временем то есть все больше и больше загрязняется да что-то можно отстегнуть постирать но вот есть у нас в ассортименте такое средство как работает как химчистка по своему назначению для салонов автомобилей но единственная разница в том что средство имеет гигиенические сертификаты и в частности одобрение производителя мотошлема АРАИ что это средство можно использовать и оно будет не вредно для кожи вашего лица когда вы в общем-то попользовались и одели потом шлемом еще одно средство для самого мотоциклиста средство для ухода за кожей средство прекрасно чистит если вы опять же хотите убедить в качестве продукции конечного покупателя или вашего клиента возьмите его возможно кожаный комбинезон или куртку лучше всего с яркими какими-то белыми или цветными частями нанесите это средство на салфетку тряпочку и прокрите средство тут же в течение нескольких секунд удаляя все вот эти всю въевшуюся вот эту пыль и белые участки кожи станут моментально кристально белыми средство пропитывает кожу ну то есть не дает ей высохнуть высохнуть делает ее мягкой приятный на ощупь но не защищает от воды то есть если вы попадете в дождь не ждите что после использования этого средства оно будет как отталкивающе что-то нет оно наоборот увлажняет кожу не дает ей высохнуть применяется как и для сидений мотоциклов для курток для кофров которые потеряли там свой внешний вид кожи из кожи естественно в общем прекрасно зарекомендовавшие себя средства и раздел универсальных масел да подходит как уже сказал подходит лосьон для сидения то есть без проблем единственное что когда нанесете его не сразу же садитесь хотя бы впитается ну хотя если у вас и кожаные штаны еще до кучи будет сразу можно нанести на сидение будет двойной эффект значит из раздела универсальных средств большое количество препаратов которые можно также использовать при обслуживании мотоциклов как самому лично так и на сервисе есть в программе у нас ликвимоля бессмысленно их включать выводить отдельно в мотоциклетную программу как то быстрый очиститель или универсальные смазки консистентные смазки но все они в то же время могут применяться на мотоциклах то есть смотрите раздел не только мотоциклетная программа при подборе продукции для мотоциклетного сервиса но и основные разделы средств для ремонта универсальной жидкости и из этого как раз разряда в этом году мы вводим в ассортимент новое средство это антифриз конкретно для мотоциклов то есть из программы моторбайк как и вся линейка мотоциклетной программы ликвимоля называется в литровой упаковке готовой к применению антифриз GTL 12 плюс прекрасно подходит для систем охлаждения в которых используются алюминиевые детали то есть это практически все современные мотоциклы ну и как уже сказал остальные средства то есть удалители прокладок очистители контактов стартфикс клеи консистентные смазки и так далее и так далее и так далее все это прекрасно может применяться также и на мотоциклетных сервисах значит как уже говорил ранее возвращаясь обратно к Жуковскому мотовелозаводу в простонародье стелс именно по таким брендам они продают свою технику есть у нас рекомендация письмо в котором они говорят что рекомендуют нас как на гарантийный пост гарантийное обслуживание поставляем мы туда продукцию достаточно широкого спектра как на квадроциклы так и на снегоходы так и на малокубатурные мотоциклы в общем-то работаем уже очень 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 давно значит с прошлого года есть у нас рекомендации корейского производителя мотоциклов Хьюсунг на территории России также в письменном виде они нам подтвердили наши качества и согласны с тем что именно мы как никто лучше подходим для использования в их мотоциклах ну и по завершению вам немного аргументов тех слов которые в общем-то надеюсь окончательно разрушат ваш скептицизм или скептицизм ваших клиентов конечных покупателей то есть да у нас абсолютно новая линейка что это значит ну зачастую особенно в регионах да то есть люди ну встречают такую аргументацию что там пробовали когда-то давно не понравилось но никогда не вступают в спор почему там тогда какие там проблемы были неизвестно там какого квалификации был механик там 10-20 лет назад тогда для нас это был совершенно новый рынок тем не менее забыли все что было раньше да то есть сейчас серьезные изменения были произведены в макциклетном программе абсолютно все масла нового состава современного отвечают в лучшем топовском соответствия и просто некорректно было бы говорить о том что происходило раньше в наших текущих условиях второй факт когда касается о качестве да мы технический партнер моторжи причем мы выиграли тендер и за деньги им продаем поставляем продукцию на больше чем 100 мотоциклов и поставляем ее никому нибудь а именно профессионалам тем людям которые каждый день каждую тренировку оценивают на графиках проверяют разбирают собирают и добиваются наивысшего результата год прошлый мы с ними проработали этот год мы продолжаем с ними сотрудничество и ни одного нарекания ни одной рекламации это все работает лучше чем даже может быть другие не иначе почему они нас именно и выбрали среди большого количества других поставщиков третий немалый важный фактор о котором бы хотелось поговорить это цена ну я не могу приводить к вопросу MotoGP да именно эти масла в продаже масла MotoGP используется вязкостью 5w40 вязкость 40 обеспечивает ну то есть они там не заморачиваются по поводу длительности использования одного мотора ну точнее не сильно заморачиваются так как у них есть определенное количество в сезон которые они могут использовать но для них гораздо важнее лошадиная сила нежели чем весь ресурс двигателя поэтому они выбирают 5w40 в пользу 10w60 или 10w50 но это именно те масла которые вы можете встретить в магазине заказать у нас там будет точно такой же как с правой стороны указан лейбл то есть эксклюзивный поставщик Moto2 Moto3 MotoGP чемпионат мира да да это именно то возвращаясь к третьему аргументу я не имею права но и не могу и никогда этого не делал в общем-то по политическим вопросам приводить сравнивать технические характеристики конкурентов кричать что мы лучше или там хуже ну как-то конкретно обобщенно конечно да у нас есть свои преимущества мы там производимся в Германии и так далее но сейчас в связи с ростом курса валюты мы очень следим за разницей между конкурентами нашим конкурентным преимуществом стала цена потому что то что покупали люди 3-2 года назад сейчас психологически стоит выше рубежа отношения конечного покупателя то есть раньше у него за такие деньги все того обходилось а сейчас ему только масло нужно купить на такую сумму мы по цене по многим позициям особенно ключевым позициям гораздо привлекательнее посмотрите посчитайте и в закупочной стоимости и уж тем более в розничную следующий наш аргумент информационная и техническая поддержка ну как вы уже знаете у нас есть большие ресурсы в том числе форум сайт социальные сети на которых мы постоянно ведем дискуссии объясняем просвещаем консультируем о всех новинках или условиях работы или способах применения наших средств таких мощных ресурсов у конкурентов у кого-то есть в том объеме у кого-то нет вообще но мы на самом деле гордимся этой нашей службой касательно мотоциклов стоит чуть-чуть сказать что мотоциклизм в России это как некоторая большая деревня и зачастую вы покупаете не столько мотоциклов сколько возможность его использовать в определенных интересных целях участвовать в клубных движениях выездах в спортивных мероприятиях в открытиях и закрытиях ну и просто там тусовках покатушках троферейдах там и так далее и так далее и здесь в этой деревне очень важно иметь контакт с людьми которые с авторитетными людьми которые могут порекомендовать посоветовать ну как-то пообщаться ну и внести опять паузу возьму именно эти масла в продаже дороже опять же да если речь идет о маслах которые поставляются в мотоджипед да это 100% синтетические продукты да они дороже нежели чем основная линейка стрит они дороже тех масел с которых я начал потому что они синтетика паузу изначально процесс производства гораздо более затратный нежели чем гидрокрекинг или спинболия минералка возвращаясь к поддержке спортсменов клубов мы работаем практически со всеми участниками со всеми видами спорта то есть я сам лично являюсь одним из активных действующих лиц муциклетной федерации России занимаясь спортом техническим по всем регионам России и у нас во всех дисциплинах есть люди которые могут нас советовать будь то мотоциклетный кросс шоссе на кольцевые гонки кросс или эндуро на квадроциклах спидвей мотобол и все 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 везде у нас есть то или иное лицо которое мы спортсмены или активный участник и зачастую мы там добиваемся первых мест то есть везде в любом виде спорта у нас есть человек который может нас порекомендовать и именно поэтому мы частенько помогаем нашим клиентам проводить какие-то мероприятия то есть участвовать в клубной жизни незначительными призами подарками и так далее и так далее так если сравнить аналогичные муки масла производителей кремоли и мотив с которыми в основном конкуренны кратко три основных преимущества чтобы нам их использовать при аргументации в продажах ну первое я уже сказал цена второе современная новейшая линейка то что это именно сейчас актуально современно подтверждение качества то что мы технический партнер в MotoGP уже не один год получается уже второй вот три основных да ну конечно же цена будет самым ключевым моментом считайте смотрите параллельно читал следующий вопрос можно ли моциклетной промывкой промывать автобит ведь она щадящая теоретически можно но все зависит от эффекта который вы хотите добиться если это просто профилактика да если у вас в двигателе уже наблюдаются какие-то проблемы вы уверены что вы не сможете их решить без переборки но наверное лучше проконсультироваться и продавать подобрать промывку более значимы для этого случая дальше по аргументам как уже сказал новейшая линейка и по классификации джасу это японская классификация производителей мотоциклов ассоциация ма2 на данный момент самый высший допуск соответствия все наши масла отвечают этому требованию в соответствии с современными тенденциями мотоциклостроения следующий аргумент германия да мы сделаны в германии и фраза эта достаточно часто используем но она такая достаточно общая ну да сделана в германии но под этой фразой подразумевается вот какой момент в германии не только сама продукция сертифицируется причем жестким образом все проверяется в особенности что написано но и само предприятие которое производит ту или иную продукцию сертифицируется также сотрудники проверяется постоянно сколько они норм часов работают не перерабатывают все это делается для того чтобы максимально исключить фактор человеческий фактор при производстве чтобы не допустить ошибки и реально там и чихнуть даже страшно сейчас отвечу на этот вопрос это что касается германии сертификации плюс самая широкая линейка масла и сервисная химия у нас есть продукты которых нету у наших конкурентов в частности спид-аддитив либо очиститель топливной системы ряд сервисных составов то есть даже если в мотоциклетном сервисе есть любители другого бренда и активно используют все равно в нашем ассортименте есть продукты с которыми можно туда войти и начать работать самое сложное как правило получается ну и как уже сказал от некоторых средств при использовании вы получаете эффект от применения сразу то есть в тот же самый момент в ту же самую минуту и это является хорошей демонстрацией работы состава литературы у нас большое количество обучающей обучающей литературы и раздаточного материала пластиковые витрины стеклянные шовтокеры наклейки учебники в этом году уже будут новые кстати плакаты рекламные и так далее и так далее и так далее так чтобы не убегать далеко по ценам я говорю о ценах относительно конкурента но Mercedes тоже сейчас же стоит дорого но нельзя его сравнивать с дешевым тем же самым базам или там Renault да цены сами по себе то есть ничего не изменилось он как был премиум сегмент масло хорошего качества за которым следят холят и лелеят как за хрустальным яичком но оно не будет дешевое ликвиновое всегда отличались тем что благодаря своей лаборатории они могли подбирать составы которые действительно будут помогать и ну конечно ну то есть владельцу автомобиля да конечно же цена получается при этом при использовании дорогостоящих базовых масел базовых масел при использовании дорогостоящих присадок конечно же цена получается гораздо выше нежели чем вы возьмете российскую нефть с высоким содержанием серы сделайте минимальное по допускам количество присадок антифрикционных моющих сократите какие-нибудь там не знаю еще пакета присадок до минимума и выпустите это масло именно этим как раз отличается масло которое заливается при первичной завивке там в больших конвейерах конвейерных сборках то есть там да производится продукт минимально минимально допускай отвечающий требует ну конечно же там вопрос цены играет когда мы говорим о конечном использовании здесь производитель не производитель а конечно покупатель способен выбирать либо он действительно качественный премиум продукт берет и будет уверен в использовании этого продукта либо он хочет экономить и бесплатно сыр только в мышеловке была информация о снижении закупочных цен от ликвемоли потому что мы зависим от евро то есть две недели назад чуть более евро стоил под 90 сейчас он стоит 79 с половиной да то есть как бы мы не государство которое фиксирует цены на бензин и там оставляет потом независимо от того падает нефть или не падает мы в том числе о вас заботимся стараясь быть в рынке да поэтому цен снижение было если евро будет опять за 90 за 95 конечно же это автоматически станет наложен на то что прайс-лист вырастет и о переходе клиентов с масел одного бренда на другие бренды подешевле это тоже имеет место быть но в случае с мотоциклами в меньшей степени особенно тем с теми мотоциклистами которые давно в в этой деревне давно в этой теме потому что мотоцикл всегда был таким хобби любимой игрушкой и зачастую мотоцикл у нас-то и покупается по принципу что у вас тут самое крутое там окей Yamaha R1 сколько стоит 2 миллиона ну нет дороговато типа есть что подешевле есть такой же только R6 да согласен беру и так же подходит и ко всем остальным продуктам будь то колодки цепи масла какие-то расходные материалы сальники и так далее и так далее что у вас самое крутое вот это окей возьму вот то о чем я говорил если сейчас психологически то что он раньше брал оказывается дороже как там в случае с нашим конкурентом да конечно же он перейдет на более дешевый но вы также должны понимать что по сути дела на рынке в России всего лишь два конкурента достаточно мощных остальные все плюс-минус не больше 50 процентов все вместе занимают от оборота рынка и могут быть и проблемы с перебоями поставок и с рекламной поддержкой информационной и так далее и так далее и так далее да есть такие что и минерал ульют и фильтры могут не менять экономить но каждый человек способен свободен выбирать и делать то что ему захочется так далее несколько еще информационных слайдов о наших плюсах ну и в общем-то это только малая часть того что хотел бы вам рассказать на самом деле очень много информации касательно опыта работы с тем или иным клиентом но это все-таки индивидуальные уже такие походы будь то мотоциклетный сервис будь то розничный сетевой магазин будь то рынок на выезде из города то есть здесь нужно уже общаться плотнее смотреть мои контакты вы сможете запросить у ваших менеджеров если если потребуется какая-то консультация очень часто я нахожусь единственное что в разъездах но тем не менее почту все время просматриваю проверяем звоните пишите еще один вопрос как правило в большинстве технических книжек указано где указано лэм значит ну на самом деле в большинстве технических книжек это сейчас на сегодняшний день остался только CFMoto лодочные звуки по-моему даже и все ну из таких вот более-менее там крупных производителей все другие используют свои монобренды Honda есть свое масло Yamaha Yamalut Ducati Shell но и несмотря на это с российским представителем Ducati мы работаем уже больше шести лет спокойно там Йокси как раз именно потому что Shell не может заниматься поставками макциклетных масел Kawasaki эльф апреля ну то есть я бы не сказал что там такое тотальное присутствие на теле согласен про бумажные каталоги про раздатку про буклеты да то есть опять же у нас есть отработанная схема как все это получать запрашивайте ваших менеджеров в том числе инициатива должна в первую очередь исходить от вас если у менеджера возникают проблемы с по тем или иным причинам естественно не его личного характера то есть можно решать это все где взять файл с презентацией так а у вас он для скачивания недоступен сейчас в этом виде секунду я попробую технического отдела уточнить сейчас вернусь